Так, и третья партия с Георг Майером, сильным крашем мистером. Да, и если в этой партии снова в средноте будет происходить то же самое, то последнее. Да, дело в том, что, наверное, заслуживали мы хотя бы одно очко вот в этих двух партиях, но, к сожалению, проблему с Чизкомом, проблему с отсутствием Прямого дает о себе знать. Нет, Прямок есть, но есть вот такая самая проблема липких фигур тоже. Вася Боришин еще, кстати, жаловался на эту тему. Так, Е4, думаешь? Так, сейчас на первый раз вижу вот такую вот интересную штуку. Да, действительно любопытно, кстати. Объясни зрительно. Ну, хочется выйти Е5, тогда АБ, хоть Б3, БЦ, взяли, взяли. Так, что там получается? Взяли еще, можно, сюда в проводе. Так, ну, вводит штанг, кстати, больше остается. Давай проверим. Ну, конь Е4, она пойдет туда просто, да. Конь Д2? А, ну, можно пешку побить. Вопрос какую? Да не важно, я скажу, к одному и тому уже приводит. Не, ну, у него теперь слабая на Б5. Считали, считаешь, добились мы чем-нибудь по дебюту? Ммм, может быть, самую малость или ничего. Аж Никонес и ЧТИ может пойти, и тогда уже черные будут добиваться. Слоном, наверное. Ну, взяли. Ну, не хочет ввести пока она. Владя, куда ее? На Е или на С? Ну, на С все-таки логично. Правда, под слона 3 в вариантах, но это не должно быть сильно страшно. Не, ну, сейчас на какой-нибудь 6 уже слон на 5 был ход, поэтому, наверное, так не играет. Ладно, сейчас Б3. Немножко туда. А здесь появилась позиционная идея сломба 4, может быть. Потому что Чернопол поменять выгодно. Да, вопрос поменяет ли. Вот видите, прямов работает, но все с каким-то запозданием происходит. Секунд, ну, сотую какую-то отнимает все равно. Он должен отнимать одну десятую. Боюсь, что не сотую, то есть он отнимает помимо десятой по умолчанию, он еще сверху отнимает достаточно много. Может быть, А4 не работает, да? Не, А4 это, это слишком пассивно, но она все-таки нахота на победу какая-то тут. Как вот играть? Не пытаться. Ну, у нас фигура чуть получше. Так, постепенно. Конь пока у нас не получше. Куда бы его перевести? Как здесь 7-5, вот. А почему нет? В тылой. Ну, вот можно. Ну, немножко мне не нравится там, вот, как бы, по своей идее. Вроде белых и так неплохо, зачем мы что-то пытаемся выдумать? Да, может, в конкретике все и неплохо. 8. Ну, вот конь на B8, да, вернулся? Может быть, план G4, G5 уже? Ну, кстати, какой-то смысл есть. Или он быстрее там будет? Не знаю. Слан D3, ладится 8. Детя 1. Нет, все не то. Детя 1, да, да. Давай G4 бахнем. Ну, а дальше что? Молодец, 8. Ну, поменяемся, G5. Не, ладно, бьем. Ну, вот, и куда Ферзя теперь? Потеряю много времени на этом. Наверное, нужно было играть G4. Вряд ли, мне кажется, уже 4 сетей не портил позицию. Скорее всего, было какой-то фигурный рисунок, который я вас не увидел. Сейчас пешку, по-моему, зимнули, нет? Не, почему зимнули, все нормально. Я все позиция все еще нормальная, но тут уже по времени начал подсаживаться. Побыстрее коня туда куда-нибудь. Ну, может, уже попить. На ладе А3 кота заводит. Плотнее просто поставлю пока. На D2 нужно. На ладе А3. Ферр D2, да. Назеваем на D4. Не знаю, есть ли ход B3. Нам ничего там страшного не было. О, еще с Д3 глинать. Как ты на D3 допустил? Ну, а что делать? Вот какой ход вместо этого? Он же как все подвязал. Ходится... А, ну, пешку отдать можно? Нет, тут безнадежно уже, но особенно с учетом такого времени. Больше Майер известен тем, что он хорошо реализует перевес. Я видел, как он в первой партии хорошо реализовал перевес. Безнадежно стоял без коня. И безмятежно шлепал. Ну, хорошо реализует. О, ой-ой-ой. Ну, вот если ты это проиграешь... Ну, объективно сдаться. И что? Маус. Мышка. Хотел на D3. Ну, к сожалению, нету. Нету здесь такой функции, как на планете вернуть хоть назад. Ну, вот первая победа, наверное, она заслуженная. Знаешь, почему? Ну, она заслуженная в первой партии была. Да. А в этой нет. Ну что, реванш? Да, четвертая партия будет, ребята. Следите, болейте.